Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о новом обновлении HyperOS 2 Global. За последнее время, в принципе, очень много информации касательно обновлений, касательно подхода компании Xiaomi, но данный видеоролик покажет вам, на что же сегодня разработчики обращают свое внимание и какие моменты они устраняют. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, у нас обновление 2.0.8.0, смартфон Xiaomi 14. Я, честно говоря, ожидал, что компания добавит очень много фишек в этом обновлении, потому что давненько они не обновляли Xiaomi 14, и вот обновление приходит лишь только с патчем безопасности от января 2025 года. Кстати, есть еще такой интересный момент. Компания теперь прописывает дополнительную информацию, которая вам расскажет о том, что обычное обновление не удалит ваши данные, что после загрузки файл у вас есть, соответственно, обновление удалится, и в памяти он у вас оставаться не будет. Что же конкретного можно отметить по этой обнове? К сожалению, это лишь только фиксы. Потому, если вам будут приходить следующие обновления за декабрь, за январь, за февраль, то, скорее всего, это будут фиксы. Компания Xiaomi концентрируется на том, чтобы избавить нас от разных проблем, потому что после первого обновления, ну или же там после второго обновления, их, ну, порядком хватало. И вот как бы разработчики вместе там с тестерами, с обычными пользователями, набирали информацию обратную связь, и после чего они эти все моменты устраняли. В частности, я знаю, что устраняли проблемы, которые связаны были с отображением музыкального плеера в новой шторке, то есть, когда мы по нему нажимали, были проблемы с его правильным отображением. И разработчики в данный момент, вот, как вы видите, исправили, хотя на том же Xiaomi 14 изначально, ну, как бы то, никаких проблем не было именно с данным моментом. Еще, получается, заявлялось, что были проблемы с автояркостью, были проблемы с улучшенными текстурами, которые находятся у нас, напоминаю, в разделе экраны яркость. Ну и, в принципе, там, в общем, по стабильности системы разработчики улучшали моментики. По поводу автономности, конечно, все пока что не радужно, как хотелось бы, хотя разработчики, вспомните, обещали, что вот, у нас новое обновление, HyperOS 2 Global, все, у нас там батарея будет держать уйму часов, ну и в таком, как бы, плане. Но, по факту, к сожалению, ничего сверхнового не произошло по данному компоненту. Устройство, как держало там, ну, условно свои, ну, понимаете, оно все варьируется, там, где-то, там, 5 часов экрана, где-то, 6 часов экрана, где-то, 7, то есть, в зависимости от использования. И вот, ну, не могу сказать, что, как бы, батарея стала лучше как-то. Возможно, опять же, это без проведенной оптимизации, ну и, кстати, ролик на эту тематику также планирую выпустить в скором времени, и вы сможете с ним ознакомиться. Но, в плане автономки, конечно, ну, не все так, как я лично хотел бы. Если вас еще также могут заинтересовать вопросы, а что там по поводу новых фишек в новом обновлении в плане батареи, то, увы и ах, тому же Xiaomi 14 ничего нового не добавляют. Опять же, казалось бы, хоть у тебя флагман, хоть ты, там, за него отдал иную сумму денег, и у нас, как бы-то, больше акцент сейчас на новинки, которые выйдут вот уже в следующем месяце. Я имею в виду, конечно же, это Xiaomi 15 для глобального рынка. Это я вам так бегло рассказал по автономке, и потому, что, в принципе, вот по системе разработчики меняли. Вас еще, возможно, заинтересует вопрос быстродействия, производительность, также оптимизация анимации. Ну, в принципе, могу отметить, что все открывается более-менее. А так, в целом и общем, могу сказать, что пользоваться аппаратом, но, опять же, если у вас там середняк, там предфлагман, флагман, то, понятное дело, что вы там будете без всяких проблем и дискомфорта. Теперь же затронем, давайте, стоковые приложения, потому что тут они нам так хорошо влияют на, в принципе, понимание этого обновления. Первое обновление стокового приложения, это, конечно же, у нас рабочего стола. Получается, вы его можете уже сегодня поставить на HyperOS 2, соответственно, у вас может проявиться в настройках рабочего стола обновленная сетка. И вы сейчас можете это заметить на своих экранах, что есть 4х6, 4х7 и 5х9. Если вы будете ставить это, допустим, там, для какого-то другого аппарата, то есть не только Xiaomi 14, у вас может быть лишь только два варианта сетки. И кто-то мне даже писал, там, в комментариях я встречал информацию, что появился и 4-й стиль сетки. Но, опять же, проверить у меня сейчас, увы и ах, не представляется это возможным. Если вы ставите актуальное обновление рабочего стола, то, в принципе, ваше устройство вполне себе будет работать, и вы будете реально кайфовать от его использования. Еще один момент, который касается у нас рабочего стола, это поиск на рабочем столе в плане приложения. То есть вы можете в настройках это добро активировать. Ну и дальше смотрите, что мы можем с вами вызвать. Это умные ответы, ну или же искусственный интеллект. Я уже показывал, рассказывал немного об этом в том же ТикТоке и в Телеграм-канале рассказывал. И вот если мы выберем с вами вопрос, как сделать скриншот на ноутбуке, и нам сейчас что-то система там продумает, и где-то должна она нам найти ответ. Хотя, кстати, в последнее время почему-то это, ну, немножечко так потупливает. Опять же, с чем это связано? Возможно, это сервера, возможно, еще что-то. Но оно как-то раз через раз эти всеумные ответы может выдавать. Вот смотрите, не удалось выполнить загрузку данных. А хотя нет, вот со второго раза у нас запрос прошел, и нам ответ, соответственно, выдало. Потому так же, если вам интересно будет попробовать поставить себе рабочий стол в связке с лентой виджетов, чтобы у вас проявились и ответы, то вы это сможете сделать по ссылкам из описания под этим видео. Еще один интересный момент кроется у нас и в заметках. Это появление для глобальной прошивки умного ассистента. Допустим, вам что-то лень там писать, печатать, вы можете его спокойно активировать, нажав на эту кнопочку, и далее вводите свои подсказки, задачи, и вам это все дело будет трансформироваться в текст. Также очень удобно, но опять же, не на каждом аппарате это все будет работать. Лично я ожидал в этом обновлении, что разработчики добавят новую персонализацию для Xiaomi 14, и наконец-то сделают обновленный фонарик, который в китайской прошивке с новым интерфейсом проявляется. Но, к сожалению, разработчики ни фонарик новый не добавили, и ни, соответственно, по персонализации для стиля блокировки, ничего нового также не завозят. Что я имею в виду не завозят, а именно то, что вот эти обои на экране блокировки должны быть динамическими, и плюс еще должно добавиться несколько новых стилей. Опять же, сделают ли это разработчики на глобальной прошивке, или же вообще не сделают, это только уже тут нужно ждать, гадать и смотреть по факту, что нам будет приходить в новых обновлениях. Ну а так, если вам приходит новое обновление, всегда вам рекомендую первоначально почитать информацию о нем, нет ли проблем в плане там бутлупа, там еще каких-нибудь циклических перезагрузок, кирпичей, еще чего-то. То есть, все такое может быть, потому что это компания Xiaomi, и нужно всегда перепроверять информацию о выходе новых обновлений. В целом, подведя итог, могу сказать, что по стабильности и работоспособности я обновлением доволен. Да, конечно, нет новых фишек, о которых вот так компания Xiaomi постоянно тизерит для своей китайской прошивки, но мы с вами уже привыкли на глобальном рынке, потому нам лишь только остается ожидать у моря погоды. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.